Строители отметили профессиональный праздник. Гость нашей программы Дмитрий Пашанов. Работает строителем уже 51 год. Любовь к этому делу, которое стало его жизнью, привил его отец. Теперь у них настоящая династия строителей. Так, его двое сыновей тоже в этой отрасли. Встретилась с Дмитрием Вячеславовичем Альбина Ламкова. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас за то, что вы нашли время в своем плотном графике и встретились с нами. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в вашу профессию, профессию строителя и о вашем первом уложенном кирпиче. На стройку пришел в 1970 году. На строительство обсерватории. Стройка века тогда была. Это комсомольская молодежная. Из всего Советского Союза туда приезжали, даже из Японии приезжали строители. Так что там впервые я взял кирочку, мастерок и так далее. И началась работа. Отец мой там работал бригадиром. У него комплексная бригада была, 40 человек. То есть очень знаменитый был строитель по тем временам. Потом я пошел, потом моих два брата. Сыновей нарожал, сыновья пошли туда в стройку. Какое самое интересное здание вы построили и запомнили на всю жизнь? До конца я не достроил тогда его, но принимал участие в строительстве обсерватории в Архизе. Вот это самое знаменательное. А потом много-много строек. Цемзавод. Это тоже так. Потом монолит-кооператив. Потом дома пошли здесь, частники и не частники. То есть строительство промышленное и гражданское строительство. Сколько на вашей практике вы уже построили объектов? О боже! В этом году построили три объекта. Поэтому сколько за всю жизнь, я не знаю. Много. Дмитрий Вячеславович, вот сейчас жара. Как вы работаете в такую погоду? А еще приходилось ли работать вам во время дождя? Мешают ли погодные условия? Во время дождя приходилось работать, но это когда что-то там нужно срочно доделать. К примеру, пришел бетон и пошел дождь. Ну не сильный дождь, но дождечек идет. Естественно, надо его выработать. То есть приходилось. А в жару выдерживать? Спецодежда должна быть соответствующая. Светлая рубашечка такая. Тогда выдерживает человека. И чтобы вода была. Сразу попить, умыться там и так далее вовремя. Как изменилась технология кладки за полвека? Что вы можете сказать об этом? Легче ли стало работать? Вот я вам скажу, примерно все одинаково. В советское время там злобинский метод был. То есть один налаживает раствор, другой кирпич. И вот так без конца шло. Но сейчас как-то опять вернулись, как и раньше было. То есть сам человек ложит раствор и сам кирпич ложит. Дмитрий Вячеславович, что сложного в работе строителя? Расскажите о качествах хорошего строителя. О качествах. Это умение, опыт и физическая выносливость. Если физический человек слабый, настройки не задержатся. А сложно ли в эту профессию войти, привыкнуть к ней? Нет. Физические данные, если есть, и чтобы ясно с ума была. То есть это очень замечательно, настройки работать. Хотите, я вам скажу интересно. Это 90-е годы, строили мы там цеха на РТИ. Ребята крепкие, здоровые. Кто десантник, кто борец, кто там этот. Ну все спортсмены. И вот с 8 утра до 8 вечера работают. Потом давай бороться там на крыше. Вот это красота. То есть некуда было энергию девать. Вот такие ребята, вот это уживаются на стройке. Физически крепкие, да. Спортивные ребята, им здесь место. Дмитрий Вячеславович, приходится ли переделывать работу, насколько это сложно, было ли в практике? Надо смотреть чертежи, правильно размечать и не делать ошибок. Все. Когда все правильно, тогда никто не разбирать, не будет ничего. От чего зависит зарплата строителя? Зарплата зависит от расценок и скорости умения свою работу делать. То есть от выработки. Скажите, пожалуйста, много ли нюансов вкладки? Потому что стены, на взгляд мой, вообще со стороны выглядят одинаково. Есть ли секреты? Конечно, есть. Если простая китайская стена, это будет просто некрасиво. А если дом в арках весь, и такой, как дворец, подойдешь и полюбуйся таким домом. Вот эти нюансы есть. Или простой чертеж, или красивое что-то. А секреты? А секреты. Ну, это мастерство уже. Дмитрий Вячеславович, расскажите, пожалуйста, как правильно класть кирпичную укладку самостоятельно и как проверить ее качество? Ну, качество раньше проверялось специальные приборы были. Вот кладка уже стоит. Приходят с инструментом. И там на манометре показывают, сколько он при вытяжке выдерживает. То есть, если не соответствует норме, значит, качество плохое. Значит, может, цемента мало положили. Может, там неправильно что-то там сделали. А когда все правильно, вот мы делаем, допустим, один к трем, а не один к пяти, к примеру. Один к пяти – это слабый край, это слабо расторганность. Один к трем – замечательно все держится. А самостоятельно можно выложить? Если не каменщики выложить? Конечно, можно. Первобытные люди не были каменщиками. А дома себе строились камни. До сих пор еще постройки поставались. Так что можно. Дмитрий Вячеславович, есть ли проект в ваших мечтах, который бы вы хотели бы реализовать? Проект у меня такой уже был. Это собственный дом. Я его целый год сначала рисовал, потом чертежи делал, потом построил. С куполом, с арками. Вот что хотелось, я его воплотил. Давно вы воплотили мечту? Да, уже лет 15, наверное. Дмитрий Вячеславович, спасибо вам за интересную беседу. И желаю вам крепкого здоровья. И еще, чтобы вы на своем жизненном пути построили немало домов. До свидания. Спасибо большое. Очень благодарен, что не забыли нас. К Дню строителя приехали, сняли. Мне приятно это все. Спасибо.